привет всем дорогие тельцы с вами александра и собачки сегодня мы будем делать расклад на отношения на июнь месяц для всех тельцов кто желает любви ищет любви думает о любви просто любит мы посмотрим что происходит если вы в паре между вами если вы не в паре то что возможно произойдет в центре событий выпадает рыцарь мечей рыцарь мечей обычно фокусируется на своих собственных задачах и целях и он иногда не задумывается о других людях не задумывается о чувствах других людей как его слова задевают других людей он иногда может быть агрессивный двигается напролом и просто все сметает на своем пути он очень критичный не любит слабости хотя своих иногда не видит считает мягких людей нерешительных неправильными считает что он прав только а другие не знают о чем они говорят ну и вот на пути у такого рыцаря попадается мягкая и чувственная прекрасная женщина это может быть вы женщина у которой глубокая интуиция развита женщина которая понимает без вынесения приговора то есть совершенно противоположной энергии один приговор ставит даже не задумываясь о чувствах других другая чувствует понимает других без вынесения приговора вот такое происходит здесь трагическое сочетание когда два человека на противоположных полюсах стараются достичь какого-то согласия конечно человек с интуиции имеет большую здесь силу потому что и понимание ситуации да но это означает что это очень может быть напряженное эмоциональное время для двоих людей но и безусловно если сознание стоит высший аркан влюбленные он говорит о том что эти два человека любят друг друга но в данный момент скорее всего они находятся в ссоре несмотря на то что ангел позади влюбленных защищает их союз и может быть он и привел к их встрече и союзу несмотря на это он не может или не хочет предотвратить этих людей от того чтобы они делали свои собственные выборы да чтобы они решали сами для себя и поэтому у них там и находится и змея и плоды и райские плоды то есть они открыты и много возможностей они должны делать эти люди свой собственный выбор и это создает карму и глубоко в подсознании у нас находится карта пятерка мечей пятерка мечей она говорит о каких-то спорах и ссорах в основном ментальных когда сражающиеся стороны обе оба обдумывают их следующий шаг после сражения после потому что сражение это закончилось и два человека мучаются в глубине души и не знают как им поступить не знают как сделать шаг друг другу навстречу не являются они врагами но вместе с тем не могут сделать этот решающий шаг навстречу и это их мучит это и гложет и стоит на пути их воссоединения на пути их большой любви кармической которая у нас сознание и мы видим что ближайшем прошлом стоит паш пентаклей паш пентаклей это может быть или какой-то шаг два человека сделали навстречу какой-то практичный шаг может быть слишком расчетливый может быть этот шаг и вызвал какой-то недоверие или недоумение или недомолвки между людьми это также может быть ребенок может быть это споры из-за детей такое тоже здесь может быть но в любом случае паш пентаклей он никогда не делает ничего такого которое может повлиять на всю дальнейшую жизнь нет это может быть какая-то просто ошибка какая-то может быть практическая ошибка какой-то неправильный шаг вот и все этот шаг может быть связан также с деньгами это может быть шаг связанный с или с получением каких-то денег или с увеличением например позиции на работе иногда это приносит раздоры тоже в семью или в пару когда два человека может быть не понимают друг друга когда один например должен больше работать и проводить время где-то вдалеке например а другой требует внимания и обижается здесь такое тоже может быть вполне то есть когда два человека не могут договориться но мы же видим что здесь у нас выпали королева чаш и рыцарь мечей и дорогие мои хорошие тельцы если это у вас случилось то следующий шаг у вас будет конечно примирение потому что четверка жезлов показывает о каком-то празднике когда люди отмечают что-то вместе какое-то общее достижение возможно даже более приятно когда это достижение отмечается после какой-то размолвки потому что это еще усиливает больше радость радость этого достижения когда люди в конце концов находят общий язык и собираются вместе чтобы отпраздновать свои достижения то есть это очень очень мирная карта очень мирная карта она даже может вовлекать в себя и других людей то есть это может быть в самом деле и поездка куда-то это может быть и а вы например идете на какое-то празднество вместе это может быть вы собираетесь вокруг вокруг своего очага людей которые вам дорогие близки и как же вы видите себя ну мои хорошие вы очень опасный человек вы видите себя как в самом деле дьявол соблазнитель вы конечно наверное прекрасно выглядите вы конечно всячески соблазняете вашего партнера или будущего партнера но точно совершенно вы имеете такое притяжение которое невозможно отрицать другому человеку как магнит потому что дьявол в сочетании с влюбленными в интеллекте в вашем сознании может привести к реальному союзу заключению брака то есть это четверка также может означать заключение брака однозначно может заключение брака если вы стояли на пути таком то есть это не неожиданные события это уже события которые должны состояться если это так потому что это все-таки дьявола на других изображениях мы видим его как связка двух людей но видите ваш партнер видит вас как новое начало то есть если это самом деле ваша встреча какая-то кармическая произойдет если вы одиноки для людей которые в поиске то это будет там новое в самом деле начало и возможно очень очень быстрая связь очень быстро вы узнаете друг о друге и поймете что вы просто не можете жить друг без друга такое как чувство что вы одно целое но это не не обязательно может начаться хорошо потому что это может начаться с какого-то спора или с какого-то соревнования но кто знает может быть на работе вы соревновались за одну и ту же позицию и этот человек возможно выиграл или вы выиграли но в общем что-то такое в чем были не согласны все это началось у нас с такой с низкой ноты да ну приятно приятно также очень тут также очень интересно получается что ваш партнер видит вас как совершенно невинную новую душу но потому что дьявол показывает себя обычно с такой прекрасной стороны что другие люди и не подозревают что скрывается за этой прекрасной красотой а прекрасной душой да ну интересно и карта как вы о чем вы мечтаете и что вы опасаетесь в позиции этой выпадает самая прекрасная карта которая может выпасть это шестерка пентаклей когда два человека в самом деле равны то есть когда они один дает другой получает один действует как мужское начало другой действует как женское начало и очень гармоничное сочетание у кого-то есть больше у кого-то есть меньше но эти два человека может нас могут найти такой баланс между собой и сочетаться в одном союзе ну вот видите подтверждает карта солнце это все все заканчивается так благополучно все проясняется становится абсолютно ясно вы достигаете счастья и радости тогда когда вы и ваш партнер просто достигаете высших высших вершин возможных во взаимоотношениях двух людей здесь если обобщить получается очень интересная ситуация два человека могут быть даже а и началось все с того что они спорили о чем-то или может быть были такими сторонними наблюдателями какой-то ссоры тоже может быть может быть какого-то семейного конфликта и один стоял на одной стороне другой стоял на другой но вместе с тем они нашли какие-то общие точки при соприкосновения но и скорее всего эти точки соприкосновения и были такими кармическими точками как будто когда два человека на уровне как он-то не этого мира чувствует что они притягиваются друг к другу и они предназначены друг друга для друга если это новая встреча то конечно она безусловно кармическая и встреча для рождения каких-то новых счастливых отношений может быть даже замужества и свадьбы также здесь может быть что если вы уже в паре то возможно вы будете посещать какое-то событие такое большое социальное и возможно поспоритесь поссоритесь со своим а родным человеком только для того чтобы потом выйти победителями двумя двумя и что-то прояснить между собой что-то в вашей паре вы проясните вам станет гораздо яснее и понятнее вы найдете свое какое-то новое счастье то есть если вы были в самом деле в споре или в раздоре то это хорошая хорошая возможность найти найти и привести свои отношения на какой-то более высокий уровень потому что солнце говорит о том что а вы достигли ясности в каком-то очень важном для вас вопросе но я очень рада дорогие тельцы а за вас и надеюсь что вы будете наслаждаться этим месяцем июня и с вами была александра и собачки пока пока